Я хотел бы тогда передоставить слово руководителю ГБУ Ясени Волазниву Елене Станиславнику. Добрый день, уважаемые жители. Шигабаев Александр Литовский, бульвардом 1. О поверке счетчиков, опять, о питальном ремонте. Значит, по вопросу о поверке счетчиков вышло постановление правительства Москвы 831, которая отменила сроки поверки счетчиков 4 и 6 лет, соответственно, для холодной и горячей воды. Значит, но в соответствии с постановлением 354 о предоставлении коммунальных услуг, значит, каждый собственник обязан вести, обязан обеспечивать проведение поверки приборов учета в соответствии с техническими документами. То есть вам необходимо поднять паспорт своего прибора учета и посмотреть, какой срок поверки установлен производителем. И вот в соответствии с этими сроками необходимо его поверить. Если вы не сможете провести поверку и предоставить данные о новой поверке в ГУИС, то вам будут производить начисления по нормативам. Норматив города Москвы 6,95 для холодной воды и 4 с чем-то для горячей воды. Норматив такой. Они имеют право установить двойную тарифу? Имеют. 75-е постановление правительства Москвы. В 2015 году отменили поверку, в котором указывается, что поверка строго 4 и 6 лет. А в 354-м написано, что вы обязаны обеспечить проведение поверки в соответствии с техническим паспортом своего прибора. Это было, да? А теперь в 15-м отменяем поверку. 354-е постановление никто не обеспечивает. Потому что приходит мужчина, наливает 3 литра воды, говорит это самое, все нормально. Это поверка называется? Это не поверка. Мы не проводим поверку. Ну, это кого вызывает? Лицензии нет. Звонишь этот, лицензии есть? Нет. Приходит человек, берет деньги. За что? Спрашивает. Организация, которая проводит поверку, должна иметь лицензию. Правильно. Выбор этой организации остается за собственником. Квартира. Мы такую услугу не... Мы звоним, говорят, в этом году никто лицензию не получал. Это как вот это выходит? Самодеятельность, да? Я не знаю, вы кому претензию. Я поясню. Вы, если обращаетесь, или к вам кто-то приходит и говорит, что он пришел производить поверку, то это самодеятельность. Потому что вы самостоятельно, когда видите, что у вас подходит срок, выбираете организацию и приглашаете для проверки как раз ваших приборов учета. Если поверка не произведена, то управляющая компания вправе начислять по общедомовым приборам учета вам. Представьтесь, пожалуйста. Соколовство насилие, Гитовский один. Сейчас мне за квартиру пришел квиточек. И там я платила где-то около 4 тысяч. Сейчас мне начислили 7 тысяч. Это значит по счетчику. И еще плюсы это самые домовые расходы. Какие? У нас в подвале это санкопы, все текут, капают. Требуется капитальный ремонт. Приходила комиссия, это в конце 2014 года. И сказали, через 20 дней мы начинаем подготовительные работы капитальному ремонту. А теперь что? Целую зиму у нас в камерах, где же это мусоропровод, течет горячая и холодная вода. То есть без учета. Она не перекрывается ничего. И что? Мы должны платить за эту воду? Адрес можно еще раз? Литовский дом один. И теперь мне принесли, в два раза увеличили стоимость за квартиру. И по счетчику, и какие-то домовые расходы. Когда вода течет, там беспрерывно. Ну, это как? Расходы общедомовые, они входят в смету управляющей компании. Вам не должны были начислять... Ну, значит, нужно посмотреть... Светлана Васильевна, это необходимо вам в реакции обратиться для того, чтобы посмотрели правильность начисления. Ну, я обращусь, я в конкуратуру обращусь. Обязательно, спасибо. Так, давайте мы прежде чем перейдем к вопросам, ответим на письменные вопросы, а потом будут вопросы с места. Это ваш вопрос, который зачитывали? Да, это мой вопрос. А еще раз, глава Светлана, а я... Пожалуйста. Дело в том, что, согласно одной цитаты первого заместителя Геспрокуратуры Российской Федерации, а это очень большая толкность, никаких межпроверочных интервалов приборов учета воды не существует. Никаких ни 4, ни 6, ни 5, ни 8, ни 40 лет не существует. О них вообще не стоит говорить. Зачитываю цитату. Первого заместителя Генпрокуратуры. В ходе радиопроведенной прокуратуры города Москвы, я надеюсь, проверки установлено, что постановление правительства Москвы от 10.04.77 ПП, частность установления сроков поверочных интервалов для прибора учета холодной и горячей дыры не воды, не соответствует действующему законодательству. В целях устранения дуршиня правительства Москвы было принято в постановлении в 831, о котором мы говорили. Предусматривающее внесение в изменение закона предыдущего об отмене ранее установленных межповерочных интервалов прибора учета воды. Их не существует. И поэтому... Одно слово там есть, межповерочный, да? Вы купили прибор учета, установили в техническом паспорте, установлен срок годности вашего прибора учета. Вот постановление, которое отменили, оно устанавливало для любых приборов один срок, 4,6. А ваш прибор учета может иметь срок поверки 10 и 15 лет. Поэтому отменили межповерочный срок. Но паспорт поднимите. Какой срок годности у вашего прибора? 1 лет. Прекрасно. Если он 15 лет, значит, у вас этот паспорт вы должны были сдавать в свое время в ГУИС, и они этот срок должны были отслеживать. Если ваш срок годности вашего прибора учета истек, значит, они вас ждут с новой поверкой. Если не истек, вы продолжаете показания сдавать в приборах учета. Давайте перевизор, да, гарантийный срок истек. Но он же работает, работает, и люди смотрят, почему я должна вызывать мастера, который приходит и это, дарит, равнолевает, говорит, все нормально, все хорошо. Я не знаю, какой мастер вам так сделать. Ну, я объясню. Во-первых, если о прокуратуре речь идет, да, любые, вы все, все вопросы, пожалуйста. Я отвечу на ответ, который был в данном месте. Дело в том, что в Российской Федерации данные, которые указаны в технических паспортах какого-либо изделия, ну, конкретного изделия по КПУ, не считаются законными. Не считаются законными. И поэтому ваши 4-6 лет опять же уходят в пустоту. Но 354-е постановление никто не отменял. Это законный документ? Я цитирую начальника управления метрологией России Росстандарта Владимира Лахова. Интервалы между поверками и эксплуатацией устанавливаются во всех государствах. Он согласен. Но эти интервалы не указываются в паспортах, а устанавливаются законодательством. Только через законодательные органы. А в технических паспортах изделия, КПУ, это вообще выбросить и все. Как выбросить технический документ? Почему вы позволили выписать нам вот эти квитанции расчетным отделам, которые уже устанавливают нам оплату повышенных тарифов? В соответствии с 354-м постановлением. Подождите, никто, во-первых, не отменял, и я дам ответ. Все прекрасно, когда появляются статьи, и кто-то комментирует что-то. Я объясню. Та же прокуратура с нас требует проведения работ по взысканию задолженности с должников. С чего взялась вообще вот эта поверка приборов учета? У нас огромная категория граждан, которые вот по приборам учета, когда мы получаем информацию, расходуют кто-то один куб воды в течение месяца, кто-то два. Возникает вопрос. Живет семья из четырех человек. Расход составляет куб и два. Как это возможно, на ваш взгляд? Вот просто даже теоретически это надо не мыться, ничего не делать. Второй вопрос. Если мы говорим о постановлениях и других правовых или других актов, в частности постановления правительства Москвы, то я вас информирую. Такие документы, как только готовятся в обязательном порядке, направляются в прокуратуру для их проверки, и если у прокуратуры есть вопросы, то она должна либо протестовать выход такого постановления, либо... Она опротестовала, что эти действия незаконны. Кто это опротестовала? Если бы прокуратура опротестовала данное постановление правительства Москвы, отменили бы, оно действует. И вот те еще раз говорю, статьи, которые мы видим, они, к сожалению, не имеют правового статуса. Называется статья. Обязательная проверка счетчиков воды в Москве признана незаконной. Прокуратура в массовом порядке рассылает управляющим организациям требование прекратить незаконные действия. Да, управляющая компания не сторонник вообще этих поверок. Если ваш прибор, как вам только что руководитель сказал, с гарантией работы 5 лет, меж, соответственно, проверки веки не требуется в этот период. В первоначальном источнике была указана не менее 4,6 лет. А вот эту приставку не менее мошенники выбросили в технических паспортах. И получилось ровно 4,6. Но не менее выбросили, значит, можно проверять и через 6, и через 10, и через 20 лет. Вот это, к слову, от 4 и 6 лет. Выраве это не менее ли общество? А это неправильно. Это как бы прокурорство. Хорошо, спасибо.